Приветствую всех на канале правильный выбор. Настало время подвести итоги и объявить лучшие смартфоны 2019 года. В этом ролике я собрал как бюджетные, так и дорогие модели и буду рассказывать о смартфонах в порядке увеличения их стоимости. Также я оставлю ссылки на интернет магазин в описании под роликом, где вы сможете узнать их стоимость и приобрести. А перед тем, как я начну, хотел бы попросить вас поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик и подписаться на канал правильный выбор. Устраивайтесь поудобнее, а я начинаю. Открывает наш топ лучших смартфонов Meizu C9 Pro. Среди других бюджетных телефонов он выделяется довольно неплохим IPS-экраном с диагональю 5,45 дюймов. Корпус смартфона выполнен из матового пластика, на котором не видны следы от пальцев. Есть разъем для наушников 3,5 мм, слот для карты памяти и двух сим-карт формата нано. Смартфон получил 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Meizu C9 Pro работает на Android 8 Oreo с фирменной оболочкой Flyme UI. Что касается съемки, то основная и фронтальные камеры смартфоны имеют 13-мегапиксельные объективы. Качество снимков на неплохом уровне, если рассматривать их среди таких же бюджетных смартфонов. Присутствует LED-вспышка, режим панорамной съемки, распознавание лиц и многое другое. Аккумулятору Meizu C9 Pro емкостью на 3000 мкАч. Этого достаточно для автономной работы смартфона на протяжении целого дня в сбалансированном режиме. Топовый смартфон за такие смешные деньги. Несмотря на невысокую стоимость, Xiaomi Redmi 8 имеет спереди защитное стекло Gorilla Glass 5 и сканер отпечатка пальцев на тыльной стороне. Задняя поверхность сделана из матового пластика, устойчивого к появлению царапин. Спереди на дисплее имеется каплевидный вырез, в котором расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной стороне расположена основная камера на 12 мегапикселей и датчик глубины на 2 мегапикселя вместе с LED-вспышкой. Диагональ экрана Xiaomi Redmi 8 составляет 6,22 дюйма. Используется IPS-матрица с разрешением 720 на 1520 пикселей. В смартфоне установлен восьмиядерный процессор от Qualcomm Snapdragon 439. Для увеличения внутренней памяти, которая может быть 32 или 64 гигабайта, имеется слот под карту microSD, объем которой может составлять 512 гигабайт. Аппарат получился достаточно увесистым – 188 грамм при толщине 9,4 мм. Это обусловлено аккумулятором большой емкости на 5000 мАч, который позволяет смартфону работать до месяца в режиме ожидания. Еще одним немаловажным плюсом Xiaomi Redmi 8 стала поддержка технологии быстрой зарядки, которая и позволяет полностью зарядить смартфон за пару часов. Следующим в списке лучших смартфонов 2019 года идет Xiaomi Redmi Note 8T, который имеет стеклянный корпус. Защиту от царапин спереди и сзади обеспечивают стекла Gorilla Glass 5. В смартфоне имеется IPS-экран с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 1080 на 2340 пикселей. 13-мегапиксельная фронтальная камера смартфона расположена в небольшом каплевидном вырезе экрана. Она имеет функцию регулировки размытия фона, панорамный режим и функцию Palm Shooter, который позволяет делать снимки с помощью жеста рукой. Основная камера получила 4 модуля, главный на 48 мегапикселей для создания фото с высокой детализацией при любом освещении и записи видео в разрешении 4К. Также в смартфоне имеется ультраширокоугольный модуль на 8 мегапикселей с углом обзора 120 градусов и датчики глубины и макросъемки на 2 мегапикселя, которые позволят сделать фото объекта на близком расстоянии и красивые портретные снимки с эффектом боке. В смартфоне используется восьмиядерный процессор Snapdragon 665. Xiaomi Redmi Note 8T получила аккумулятор емкостью 4000 мАч, благодаря чему сможет работать без подзарядки в течение двух дней в сбалансированном режиме. А поддержка технологии быстрой зарядки позволит за пару часов полностью зарядить смартфон. Ну и конечно нельзя не отметить наличие в смартфоне NFC-модуля, который позволяет владельцам Redmi Note 8T совершать бесконтактные платежи. Еще один представитель компании Xiaomi в нашем топе лучших смартфонов 2019 года – Redmi Note 8 Pro. Это смартфон с четырьмя камерами на тыльной стороне, одна из которых на 64 мегапикселя, благодаря чему можно делать снимки в сверхвысоком разрешении. Помимо этого в смартфоне установлен сверхширокоугольный 8-мегапиксельный объектив с углом обзора 120 градусов, а также датчики глубины и макросъемки на 2 мегапикселя. 20-мегапиксельная фронтальная камера расположена в каплевидном вырезе на экране. Она получила портретный режим с искусственным интеллектом и регулировкой размытия фона. Redmi Note 8 Pro имеет IPC-экран с диагональю 6,53 дюйма, защищенным от царапин стеклом Gorilla Glass 5. Задняя сторона смартфона также имеет защитное стекло Gorilla Glass 5. На ней, кроме четырех камер, расположена вспышка и сканер отпечатка пальцев. В смартфоне установлен восьмиядерный процессор от компании Mediatek Helio G90T. Благодаря функциям Mi Turbo и Game Turbo 2.0 можно улучшить производительность смартфона во время игр и работы с приложениями. По данным Antutu, у Redmi Note 8 Pro очень достойный результат – 288 тысяч очков. Емкость аккумулятора – 4500 микроампер-час, что позволяет Redmi Note 8 Pro работать пару дней в сбалансированном режиме. Смартфон поддерживает быструю зарядку от 18-ваттного зарядного устройства. Компания Samsung в 2019 году выпустила смартфон Galaxy A5, который заслуженно попал в наш топ. Данная модель получила большой Super AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма. Смартфон имеет встроенный в дисплей сканер отпечатка пальцев и каплевидный вырез под фронтальную камеру. На его тыльной стороне расположена вспышка и три камеры, одна из которых на 25 Мп. Она обеспечивает хорошую цветопередачу и точный баланс белого. Поэтому снимки в дневное время на Galaxy A5 получаются очень хорошего качества. Фронтальная камера на 25 Мп также выдает неплохую картинку. За производительность отвечает процессор Exynos 9610 с тактовой частотой 2,3 ГГц. Что касается автономности Galaxy A50, то он имеет аккумулятор емкостью на 4000 мкАч, обеспечивающий работу смартфона на протяжении всего дня без подзарядки. Следующим в нашем списке идет Honor 9X China Version. В топ попала именно версия для китайского рынка, так как она по своим техническим характеристикам превосходит модели Honor 9X, выпущенные для других стран. В смартфоне установлена выдвижная 16-мегапиксельная фронтальная камера, которая всего за одну секунду выдвигается из верхней грани смартфона и также быстро уезжает внутрь. Что касается основной камеры, то Honor 9X China Version имеет главный объектив на 48 мегапикселей, дополненный 2-мегапиксельным датчиком глубины. Основная камера поддерживает режим ночной съемки на базе искусственного интеллекта, что позволяет делать снимки с высокой детализацией даже при плохом освещении. Задняя панель Honor 9X имеет голографическое изображение в виде латинской буквы X, которое переливается на свету под разными углами. Помимо камер и вспышки на задней стороне смартфона располагается сканер отпечатка пальцев. Спереди у Honor 9X имеется большой безрамочный экран диагональю 6,59 дюйма и разрешением 1080 на 2340 пикселей. За производительность отвечает восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 810, два ядра которого Cortex-A76. Они работают с тактовой частотой 2,27 ГГц. В смартфоне предусмотрена возможность установки карты памяти объемом до 512 ГБ. Аккумулятор у Honor 9X China Version обладает емкостью 4000 мАч. Из недостатков версии смартфона для китайского рынка стоит отметить отсутствие NFC-модуля, который доступен в глобальной версии. Зато аппарат получил более современный Bluetooth-модуль версии 5.0. Xiaomi Mi 9 Lite получил Super AMOLED дисплей, диагональ которого 6,39 дюйма. Он имеет встроенный сканер отпечатка пальцев и функцию Always-On Display. Защиту экрана обеспечивает стекло Gorilla Glass 5 с олеофобным покрытием. Смартфон получил флагманскую фронтальную камеру на 32 мегапикселя, делающую снимки в сверхвысоком разрешении 6560 на 4928 пикселей. Основная камера получила главный объектив на 48 мегапикселей с искусственным интеллектом и стабилизацией изображения, что позволяет делать снимки с высокой детализацией ночью без использования штатива. Помимо этого, в Xiaomi Mi 9 Lite установлены 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 120 градусов и датчик глубины на 2 мегапикселя. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 710. Для быстрого запуска приложений и ускорения игр в смартфоне имеются функции Mi Turbo и Game Turbo 2.0. Аппарат имеет 6 гигабайт оперативной, 64 и 128 гигабайт, постоянной памяти с возможностью установить карту microSD объемом до 256 гигабайт. Объем аккумулятора составляет 1030 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки Quick Charge 4. Есть NFC-модуль и разъем для наушников. И еще один представитель к Xiaomi в топе 10 лучших смартфонов модель Mi 9T. Замечу, что из 10 смартфонов в этом видео 5 являются представителями компании Xiaomi. Это говорит о том, что продукция китайского производителя с каждым годом становится все качественнее и популярнее. Ну а отличительной чертой Xiaomi Mi 9T от большинства современных смартфонов стало наличие 20-мегапиксельной выдвижной фронтальной камеры. Благодаря этому удалось увеличить площадь экрана. Его диагональ составляет 6,39 дюйма, а разрешение 1080 на 2340 пикселей. Используется AMOLED-матрица, благодаря чему изображение на экране получается ярким и насыщенным. Помимо этого дисплей получил защиту в виде стекла Gorilla Glass 5. В центре задней поверхности смартфона располагаются три камеры и светодиодная вспышка. Основная 48-мегапиксельная камера позволяет делать снимки высокой четкости при плохом освещении. Умеет записывать видео в 4К разрешении, а также поддерживает режим замедленной съемки 960 fps. Сердцем смартфона является восьмиядерный процессор Snapdragon 730. Для оптимизации в играх и быстрого отклика приложений есть специальные режимы Game Turbo 2.0 и Mi Turbo. Xiaomi Mi 9T получила аккумулятор емкостью 4000 мкАч, благодаря чему может работать до 33 часов в режиме разговора. Из недостатков смартфона стоит отметить отсутствие слота для карты памяти, зато есть NFC-модуль и поддерживается технология быстрой зарядки. Huawei P30 Lite. Это стильный и тонкий смартфон толщиной всего 7,4 мм. Он получил яркий безрамочный IPS-экран с олеофобным покрытием диагональю 6,15 дюйма с разрешением 1080 на 2312 пикселей. В верхней части экрана расположена небольшая темная область с каплевидным вырезом. 32-мегапиксельная фронтальная камера смартфона с искусственным интеллектом автоматически фиксирует контуры лица и редактирует селфи, в зависимости от особенностей внешности. Тройная основная камера состоит из главного модуля на 24 мегапикселя. Ультраширокоугольного 8-мегапиксельного объектива с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельного датчика глубины. Для некоторых стран Huawei P30 Lite оборудован 48-мегапиксельным объективом основной камеры и получил фронтальную камеру на 24 мегапикселя. В смартфоне установлен восьмиядерный процессор HiSilicon Kerim 710, который при поддержке режима GPU Turbo 2.0 позволяет запускать самые требовательные игры без зависаний. Смартфон получил аккумулятор емкостью 3340 мАч. По заявлениям разработчиков, в режиме ожидания устройство способно работать до 12 дней. Помимо этого, Huawei P30 Lite поддерживает технологию быстрой зарядки. Для полного заряда батареи потребуется 1 час 45 минут. В смартфоне есть NFC-модуль и сканер отпечатка пальцев на тыльной стороне. Завершает топ лучших смартфонов 2019 года OnePlus 7T, который получил экран с частотой обновления 90 Гц. Он имеет встроенный в экран дактилоскопический сканер и каплевидный вырез под фронтальную камеру. Диагональ дисплея составляет 6,55 дюйма. Используется матрица Fluid AMOLED с разрешением 1080 на 2040 пикселей. Корпус смартфона состоит из стеклянных панелей с защитой Gorilla Glass 5 и алюминиевой рамки. На задней стороне OnePlus 7T расположен круглый модуль, в котором находится тройная камера и вспышка. Основная камера на 48 мегапикселей, дополнена 16-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и 12-мегапиксельным объективом, обеспечивающим двукратное приближение. Качество фотографий на основную камеру превосходное, не уступает флагманам других компаний. Присутствует ночной режим, портретный режим с эффектом боке и макросъемка объектов. 16-мегапиксельная фронтальная камера со встроенным искусственным интеллектом, который умеет размывать фон. Также в ней присутствует электронная стабилизация видео. OnePlus 7T получил новый восьмиядерный процессор Snapdragon 855 Plus с увеличенной тактовой частотой до 2,96 ГГц. Поэтому даже самые требовательные к железу игры на этом смартфоне работают без промедлений. Что касается автономности, то OnePlus 7T имеет батареи емкостью 3800 мкАч и поддерживает технологию быстрой зарядки, благодаря которой за полчаса удается зарядить батарею до 70%. Это был топ лучших смартфонов 2019 года по версии канала Правильный выбор. Посмотреть их стоимость и приобрести вы сможете в интернет-магазинах, ссылки на которые я оставил в описании. Если вам понравился данный ролик, то отметьте его лайком, а также напишите в комментариях, какие смартфоны, по вашему мнению, должны были быть в этом топе. Не забывайте подписываться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео на канале.